Украина всегда была краеугольным камнем в американской концепции дестабилизации России. Украина была краеугольным камнем. И знаете, посеете ветер, пожнете бурю. Вот мы и пожинаем свои плоды. Россия не заглотила наживку, она превратила нашу ловушку в ловушку для нас. Все что Россия сейчас делает, во всяком случае в моем понимании, они знали об этой ловушке долгие годы. И они подготовили правила игры, подготовили свои позиции таким образом, чтобы в ловушку попали как раз не они, это НАТО попало в ловушку. Хотите убедиться, посмотрите на панику на саммите НАТО сегодня. Они говорят об единстве, нет никакого единства. НАТО перепугано до смерти. И не знает что делать. И Россия всего лишь предисловие показала, это даже не военный ответ. Это только экономический аспект их ответа. Помните как Джо Байден хвалился, что он посмотрел Путину в глаза, пытаясь показать какой он крутой. И он говорил, если вы тронете Украину, мы используем самые мощные в мире экономические механизмы. И он как бы намекал, что у него на уме. Мы отключим вас от Свифта, мы арестуем ваши активы. И Путин такой, ладно, спасибо. И Путин вернулся в Москву. Ребята, расклад такой. Что мы можем сделать? И они продумали план игры. И сегодня они выложили крупную карту на стол. Вы видели, что сделал Путин? Он объявил, что Евросоюзу придется покупать газ и нефть за рубли. И это просто грандиозно. Вы просто замерзнете, если вы не будете покупать рубли. Вы с голоду помрете. Все хорошее, что у вас есть в жизни. Все прелести западного образа жизни. Попрощайтесь с ними. Потому что, опять же, США врали Европе. Вспомните, Байден говорил, у нас есть план, ребята. Не беспокойтесь насчет газа. Мы вам дадим столько, сколько вам надо. И столько нефти, сколько надо. И когда пришло время, мы говорим, простите, у нас не было никакого плана. Никакого газа, никакой нефти. Америка сейчас бегает везде с медной кружкой для подаяний. На коленях просят у Венесуэлы. У Николая Мадуро, которого мы несколько раз пытались свергнуть, и с таким позором называли президентом Гуайдо. А теперь отправляем... Сказка закончилась. Бедного посла, который ползает на коленках и умоляет, нам нужна ваша нефть. Мадуро его выслушал, но он не играет в эти игры. Иран. Ядерная сделка, это мертвец, которого сбросили с моста. Мы уже ничего не можем сделать. Вспомните все, что говорили об Иране. Злобные ущищрения, баллистические ракеты, худшие люди в мире, вы худшие люди в мире, вы позор планеты, вы... Нефть. Давайте сделку заключать. Мы согласны. Вы взорвали саудовские нефтекомплексы. Ай-яй-яй, но мы все равно в сделке. Вычеркнули стражей революции из списка террористов. Да, нет-нет-нет, не волнуйтесь, мы с вами по-честному, потому что нам нужна ваша нефть. У нас нет запасного плана. Алжир, сказки, конец. Никакого газа. Если кто-то и продаст газ, этого недостаточно. Вот почему немцы сейчас... Я не буду говорить, что я обычно говорю, что они делают кирпичами. Потому что они поняли, что все кончено. Скотт, какой смысл в санкциях против российского Центробанка, если США не могут перечеркнуть свой внешний долг России? Они не смогут. У нас самые тупые люди на Земле, вот почему. Ну серьезно. Я не могу представить кого-то еще тупее, чем главу кабинета контроля внешних займов или кабинета санкций в нашем казначействе. Во-первых, они ни черта не понимают в экономике. Они были выбраны. Среди всех советников Байдена в отношении России нет ни одного эксперта по России. Первое, что надо понять. Мы избавились от последних экспертов по России много лет назад. Мы набрали идеологов, кто сочиняет политизированные симфонии про автократов, про диктаторов. Я просматривал все их докторские помоечные диссертации, каждого из этих идиотов. Каждый из них защищался на том, какой Владимир Путин плохой. Ты просто не попадешь в правительство, в ЦРУ или в госаппарат, если ты не публиковался на тему «Владимир Путин – это зло». Публикуйся и добро пожаловать в клуб. Они не знают истории России, не понимают русской культуры, и уж точно не могут мыслить, как русские. Все, что они могут придумать. Тупость, вроде «давайте ограбим российский суверенный фонд». И ни один не сказал «а что русские тогда будут делать?» Первое, что я бы спросил, а почему собственно Россия держит свой национальный фонд в зарубежных банках, которые могут заморозить этот фонд? Вам не кажется, в армии первое, чему вас учат, если колонна продвигается, как и было задумано, это засада. Стойте. Потому что так не бывает, чтобы все как по маслу. Если русские вам поддаются, где-то спрятан сюрприз. И сейчас русские объявили, заморозив наши активы, вы стали банкротами в глазах России. И поэтому с этого момента покупайте все за русские рубли. Игра окончена. Игра буквально окончена, потому что у США нет другого плана. У нас нет того, кто скажет, «мы этого ожидали, поэтому мы поступим вот как». У нас сейчас думают, русские же не могут так сделать. Они что, правда так сделали? Немцы поймут. Немцы сейчас говорят, «мы не этого хотели». Нам нужен газ. Немецкие компании закрываются. Мишленовские шины. Они закрываются, им не выгодно больше работать. Когда цена на энергию растет, вся экономика Европы просто останавливается. И в Европе политика очень зависит. Социальный договор между избирателями и их депутатами подкреплен правительственными субсидиями. Это интересная форма подкупа. И эти субсидии просто исчезнут. Первое, что я понял в вопросе демократии, если вы проявляете пренебрежительность к избирателям, вы на своем посту ненадолго. В большинстве стран Европы демократия представительная. Народ просто объявит о недоверии. У нас в США мы застряли с Байденом. Либо импичмент, либо придется 4 года терпеть. В Европе вот ум недоверия. И поверьте, этим летом их ожидает много недоверия. У нас в США мы можем только махать плакатами «Летс гоу, Брэндон». У нас нет вот ума недоверия. И я уверен, доверие просто обрушилось потоком на Олафа Шольца, пока он выступал в Мюнхене. Он будет очень счастлив следующей зимой. Аарон, ты хотел показать видео? Да, это статья Financial Times. Олаф Шольц предупреждает, что отказ от российских энергоресурсов вызовет рецессию в Европе. Я хотел спросить вас, Скотт, к чему приводит факт того, что политикам Европы приходится отдуваться за последствия? В какую позицию их это ставит? И к чему приведет в отношении конфликта на Украине? Русские необычайно умны, поэтому они не разрывают экономического сотрудничества. Я предполагал, что это будет их первой реакцией, отрубить Европу от газа и получить немедленный результат. Но Владимир Путин очень терпеливый человек. Все вокруг... Что говорят о России? Россия разыгрывает энергетическую карту. Использует в качестве оружия энергию. Но, думаю, история показывает, что русские ничего не используют в качестве оружия. Этим Запад занимается. Все, что Россия делает, разыгрывает в этой игре свою партию. Они не начинают схватку, но они ее закончат. Все эти европейские страны крайне важны для этих санкций. Но они угодили в вилку, попали между двух огней. Либо они поддержат санкции, и Россия скажет, вы банкроты, и мы не можем поставлять газ. Не потому, что мы так решили, а потому, что вы не платите. И это приведет к окончательному краху, как канцлер заметил, к окончательному экономическому краху. Или нам придется зайти на российский рынок и начать покупать рубли, чтобы оплатить газ. И тем самым мы поднимем рубль. Просто посмотрите, что рубль делал сегодня. Неделю назад. Он был 140 долларов. Сейчас он вроде 97 и растет. Знаете, такими темпами... Знаете, мои родственники скоро будут мне рубли высылать, а не я им доллары. Рубли действительно будут что-то стоить. Это ситуация, в которой Европа проиграет в любом случае. И в конце концов, они выберут вариант, который сделает санкции бесполезными, потому что ни один политик не захочет совершить политическое самоубийство. Но если они решат поддержать санкции, они нарушат первое правило политика, как сказал Джеймс Карвилл. Главное, это экономика тупицы. И они поймут, что это правило правдиво, как ничто другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова